Мы стали реже встречаться. Современные люди как-то отделяются и отдаляются друг от друга. Зачем идти в общественную баню, например, если дома есть ванна? В библиотеку, если на переговорный пункт, и когда всегда с тобой телефон и интернет? Перестали встречаться в очередях, но если только опять же за новым смартфоном. И уж совсем нелепо нести свое грязное белье в прачечную, когда дома стиральная машина. Но, однако, несут. И чем дальше, тем больше. И для бритья, скажем, отдельной ванны и безопасного бритвенного станка уже маловато. Домашними перестают быть самые, что ни на есть, домашние хлопоты. На бытовом уровне с екатеринбуржцами сегодня пообщалась Екатерина Деменчук. Со своим грязным бельем они, не стесняясь, идут в люди. Хотя у каждого второго клиента дома стоит стиральная машина, теперь она больше простаивает. Прочечная эта теперь стильно, модно, молодежно. Пока стирается белье, можно выпить с подружками кофе, посидеть за настольными играми, с кем-нибудь познакомиться. Здесь, в общем, живое общение. Мне очень нравится играть в шахматы, в нарды. Поэтому я здесь с удовольствием время провожу, когда у меня вот вещи все стираются. Пенсионер Иван Николаевич выходит в свет, чтобы просто почистить ботинки. Идти приходится далеко. Таких кресел сейчас всего два на весь город. А в Свердловске, вспоминает Иван Николаевич, поболтать с чистильщиком можно было на каждом шагу. В начале 50-х годов здесь было на каждой остановке, на трамвайной, почти на каждой, были чистильщики. Вот так же ящичек у них, все. Помажет, все, тут, 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 почистит, все. Да, ну почти похоже, но только здесь, конечно, сложнее. Чистка обуви – настоящий ритуал. Для каждой пары мастеру необходимо использовать полдюжины щеток и живое общение. Некоторые люди приносят и дома обувь, мы ее тоже приводим в порядок. Но лучше, конечно, когда обувь находится на ноге, и клиент сам видит весь этот процесс. Высшим мастерством считается довести ботинки до такого блеска, чтобы хозяин увидел в них свое отражение. Как зеркало сейчас руки, не узнать. А здесь клиенты общаются с зеркальным отражением мастера. В барбершопе идет настоящий мужской разговор, и для бритья здесь используют не только машинку, но и опасную бритву. Нести финальные штрихи можно только с ее помощью. Впрочем, здесь не так важна форма. Нам клиенты приходят в основном за общением, а уже потом за услугой. И, не знаю, вот лично мне гораздо было бы приятнее получить эту услугу от друга, нежели одному стоять в ванной, да, и самому себе брить бороду, скажем, там, выводить оконтовку. В моду возвращается не только борода, но и заведение с бородой. Только в современных службах быта клиенты готовы платить не столько за службу, но и за дружбу. Екатерина Деменчук, Ярослав Прохоров, Андрей Снопиков, Новости 41 канала.